Приветствую гостей и подписчиков канала. Завершились перипетии отборочных матчей чемпионата мира по футболу в Катаре и теперь снова возвращаемся в родные пенаты, дабы лицезреть матчи российской премьер-лиги. На этот раз это будут матчи 11 тура. Сегодня пройдет 4 встречи, завтра заключительные 4 матча. Канониры и стулы примут сегодня в домашнем матче футболистов питерского зенита. Матч состоится в 14.00 по Москве. Питерцы пока первые с 23 очками и опережают ближайших преследователей в лице московского Динамо на 4 очка. Отрыв мог бы быть и больше не проиграй зенит в последнем домашнем матче клубу Сочи 1-2. Поэтому в преддверии противостояния с туринским Ювентусом питерцем как никогда необходима подпитка в виде гостевой победы. Отсюда и коэффициент на выигрыш зенита достаточно высокий и составляет 1.35. В канониров букмекеры не верят и коэффициент на их победу более чем скромный и составляет чуть более 9. Арсенал идет на 14 месте, однако проиграв может оказаться последним, ибо от аутсайдеров, а это уфимцы и химчане его отделяет 1 очко. В 16.30 казанский рубин примет московский локомотив. Подопечные Леонида Слуцкого после ряда неудачных матчей откатились в середину таблицы у них только десятое место. Локомотив также не блещет в последних турах, он набрал в них только 2 очка и теперь занимает в таблице четвертую строчку с 17 очками. Надеемся смена тренера благотворно повлияет на железнодорожников. Коэффициенты на победу команд в матче примерно равны. Два других сегодняшних матча начнутся в 19.00 по Москве, в первом из них клуб Сочи примет Ростов. Ободренные победой над питерским зенитом сочинцы могут выиграть вторую игру подряд и замахнуться на высокое второе место. Они отстают от московского Динамо всего на 1 очко. Тем более серия из трех сложнейших матчей с Динамо Краснодаром и Зенитом подошла к концу. Ростову также нужна победа как воздух его отделяет от последнего места всего 1 очко. Ну и в заключительном матче дня дерби московского Спартака и Динамо. Мне кажется нет соперника принципиальнее для обеих команд и матч представляется очень интересным. Динамовцы ведомые Сандро Шварцем в прошлом туре уступили в домашнем матче с Амарским Крылышком и несомненно будут гореть желанием реабилитироваться в матче со Спартаком. Подопечные Ру и Витории сейчас на небольшом подъеме, они выиграли подряд целых три матча, причем две последние победы были одержаны ими на выезде над итальянским Наполей и Грозненским Ахматом. Думаю москвичи не против продлить эту впечатляющую серию. Спартак пока седьмой с 16 очками, но учитывая плотность в турнирной таблице победив в матче за 6 очков может догнать по очкам идущих вторыми сегодняшних своих оппонентов. Об остальных четырех матчах 11 тура я расскажу подробнее в следующем видео. Вот начало этих встреч. В 14.00 по Москве Урал сыграет с ЦСКА. Два матча пройдут в 16.30. Химки примут Ахмат. Крылья сыграет дома с Нижним Новгородом. В заключительном матче тура Краснодар в 19.00 примет Уфу. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат.